я сегодня не случайно заговорила с вами на итальянском языке я вас поприветствовала сказала привет всем сегодня с вами я татьяна блогер почему я нарушила свою свою привычное к вам приветствия потому что в италии есть такая интересная проблема когда разговариваешь на двух языках на итальянском и на украинском на украинском и на русском то непроизвольно уже когда говоришь допустим на нашем языке просказывают итальянские слова и вот в одном из видео я назвала болезнь альцгеймер болезнью альсаймер потому что по итальянски она звучит альсаймер на что мне написали в комментарии поправочку что я не знаю как называется эта болезнь так вот ребята я решила сегодняшнего дня иногда употреблять итальянские слова для того чтобы и вам возможно это было интересно в познавательных целей в сегодняшнем видео я хотела бы рассказать о двух историях о щедрости итальянских мужчин и жадности в противовес украинских женщин комментировать эти две истории я не буду истории эти основаны на реальных событиях в комментируйте пожалуйста вы что думаете по этому поводу февраля месяца на моем канале будут выходить видео каждый понедельник и каждую пятницу в 8 00 по итальянскому времени сопровождаться они будут премьерой если вы подписаны на мой канал нажмите на колокольчик для того чтобы не пропустить премьеру среди недели я буду выпускать еще экстренные выпуски спасибо большое что смотрите меня спасибо большое за то количество лайков за то количество комментариев за обширные комментарии вот целой истории и свои свой взгляд вы излагаете настолько объемно и что знаете прошу прощения если кому-то я не успела ответить я обязательно отвечу потому что количество комментариев действительно огромное прежде чем начать рассказывать две истории я хотела бы сказать о том что южных итальянцев в порядке вещей заплатить за женщину в ресторане заплатить за родственника своего допустим в ресторане заплатить за друга друга в ресторане это считается у них скажем таким жестом симпатии или хорошего отношения к человеку с которым он находится в компании и с другом друга скажем так первая история уходит далеко-далеко-далеко в прошлое и связана она с одной знакомой с которой я познакомилась у нее была компания итальянца это не был ее друг это не был ее жених это был мужчина который симпатизировал и с которым она встречалась чтобы провести свой выходной и и так сказать разнообразит досуг скажу что активно мы с ней не общались а вот иногда перезванивались и вот в один из дней когда у меня было время свободное и случайно ничего случайного не бывает до позвонила она сказала что она с подругой которую я на тот момент уже знала и была знакома с ней вот что они просто в компании ее друга хотели бы проехаться вот и вот не составишь здесь нам компанию скажем так поскольку я была свободна где-то полдня в этот день и я решила что компанию я эту знаю почему бы мне и не провести с ними время буквально через какое-то время они подъехали ко мне за мной на машине забрали меня и мы выдвинулись из неаполя в сторону граняна есть такой поселочек за в сторону в сторону в сторону амальфитанского побережья когда уже машине мы были и и я спросила куда мы едем что мы будем делать и вообще какие у нас планы она мне сказала что ее знакомый предложил в поселочке частный есть ресторан где очень хорошая кухня где хорошо кормят и как бы покушать ну я спросила какая же цена вопроса этого вот этой бы поездке она сказала что не переживай все нормально он за всех заплатит ну вы знаете кто из нас да ребята честно не любит халяву все мы любим халяву на что повелась и я когда мы приехали в этот поселочек это действительно был ресторанчик ну довольно такой скажу вам скромненький но обычно в таких ресторанах кушают действительно итальянцы которые знают это место отличался этот ресторан тем что на его территории находилась маленькая ферма где и выращивались овощи фрукты животные в общем-то такое мини подворье с чего скажем так и готовил свою кухню этот ресторан ну я вам скажу что на тот момент я уже была знакома с итальянской кухней и бывала в хороших ресторанах это это был такой обычный 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 средненький ресторан я так поняла что в районе 30 евро на человека мы покушаем а то и меньше скажем так это будет и первое и второе и третье наверное причем это рыбные блюда вот ну а при том что мне сказали что сегодня щедро итальянец нас угощает значит вам я вам скажу что время мы провели хорошо ну кухня не была скажу вам честно шикарной поездки обычная такая добротная сельская кухня компания была хорошая мы все мило общались было нас четверо человек подруга ее еще одна подруга я она и итальянец вообще вы знаете я честно удивилась на куль черт итальянцу это надо ну и я вам скажу что это была не первая поездка о которой мне рассказывала девочка с которой она уже ездила с этой женщиной вот на такие поездки они уже выезжали неоднократно я на этой поездке была первый раз когда мы после уже аперитива зашли в туалет все перед поездкой скажем перед выездом домой туалет маленький поэтому мы заходили по очереди и вот когда мы менялись она забегала это наша общая знакомая сначала ко мне а потом к той девушке забегала в туалет и говорила так давайте 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 поможем итальянцу называть имя конечно же его не буду вот он там заплатил за всех давайте хотя бы как-то материально ему поможем вот давайте давайте вот так хотя бы по 15 евро по 15 евро чтобы ему помочь вы знаете когда вы находитесь в таком расслабленном состоянии и ну совершенно не ожидаете о том что вам потом предъявят счет да не хочется как бы выставлять себя в таком хреновом скажем свете любой человек нормальный вытянет деньги и отдаст правда же поэтому так же сделали и мы с этой подругой но позже я конечно же узнала что деньги она ему не отдала вот а таким образом оказывается она сама подрабатывала за другом со своим другом это так сказать первое первая история и вторая история которая тоже произошла со мной и произошла совершенно недавно на мой день рождения была приглашена моя подруга в назначенное время оказалось что кое-кто из приглашенных прийти не может это был день среди недели вечером когда нужно было скажем так отпрашиваться и те которые девочки работали по допустим графику там день и ночь они не могли отпроситься до вечера поздно поэтому из приглашенных осталась одна единственная подруга чтобы разбавить наше скажем так одиночество вдвоем она решила пригласить своего друга инициатива исходила от нее чтобы разбавить наше женское 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 компанию в назначенный день мы встретились после локдауна когда только только открылись рестораны и практически людей было совершенно мало рестораны были вы знаете рады любому посетителю нас так душевно встречали в этом ресторане что я вам передать не могу какая-то была обстановка я вставлю сюда кадры дня рождения потому что это действительно была неаполитанская кухня это был это были неаполитанские песни именно действительно народные неаполитанские песни под гитару вот такое вы знаете день рождения когда я выбрала именно музыку которую хотела и со мной были рядом знакомые не все кого я знала но те кого я хотела скажем видеть в этот праздник человек который пришел с моей подругой он на таких наших встречах официальных скажем был первый раз да они ко мне приходили в гости скажем раньше они у меня засиживались мы вместе ужинали но праздник такой мы проводили первый раз и когда мы уже погуляли когда я уже вызвала такси и когда я уже пошла рассчитаться за ресторан итальянец подошел к своей подруге и спросил ее я хочу сделать такой жест для твоей подруги и оплатить счет в ресторане можно ли я это сделать можно ли мне это сделать она сказала что он может это сделать когда он подошел ко мне и я уже к тому времени рассчиталась он мне озвучил тоже свою просьбу я сказала что нет нет вы друзья приглашенные я уже рассчиталась вот давай все оставим как есть он не отставал он сказал что нет я хочу оплатить хотя бы не весь чек но частично в общем то вы знаете когда женщину сильно просят ну устоять тем более знаете в день рождения когда мужчина хочет оплатить твой праздник я не думаю чтобы кто-то из женщин отказался и я ему позволила оплатить частично этот чек но позже я узнала о том что женщина устроила ему такой скандал и на этой почве я вам скажу они расстались вот потому что с ее стороны озвучен был момент что в нашем обществе в украинском в российском это считается дурным жестом платить за подруг или это означает что-то скажем или это означает какой-то подтекст вот в принципе две истории которые я вам сегодня рассказала комментировать я их не буду я думаю что своим названием я уже дала вам понять как я могу прокомментировать эти две истории а теперь хочу услышать от вас комментарии и спасибо что сегодня были со мной что досмотрели меня до конца кто еще не подписался на мой канал подписывайтесь на мой канал смотрите другие мои видео с вами сегодня была я блогер из Неаполя из солнечного Неаполя до новых встреч в моих видео пока пока чао тяо